Этим людям в масках, которые действуют ночью, неинтересно улучшение условий на скотобойнях. Это из статьи во французской Ле Фигаро. Под недвусмысленным заголовком пишут о фактически войне между промышленностью и некими активистами. Выступают как зоозащитники, но в самом радикальном виде. Борются за отмену видовой дискриминации. Собственно, пока, попросту говоря, кошмарят бизнесменов, которые как раз этой самой дискриминацией и занимаются. Ну, например, делают сыр из молока, колбасу из мяса или вовсе ловят рыбу. Убеждать лишь словами ненамеренные приступают сразу к делу. Громят магазины, поджигают фермы и те же скотобойни. Как уже понятно, к диалогу не готовы. Требуют полного закрытия и тотального вегетарианства. Во Франции за последний год десятки нападений. Причем интенсивность растет. Так что местный сельхозсоюз уже обратился в парламент. Акции веганов-радикалов считают терроризмом. Просят найти управу, но только не получается. А почему? Узнаем у Санислава Бернвальда. Санислав, приветствую. До России это модная привычка. Вот эта тенденция даже, вернее, назвать. Уже докатилась, нет? Ну, веганов у нас тоже достаточно много. Пока их акции, конечно, не такие радикальные. Но копируют, пытаются повторять. Посмотрим. Десятки тысяч акций, тысячи сожженных, разрушенных, разграбленных объектов, сотни уголовных дел против активистов. В США их считают не больше, не меньше террористической организацией. Децентрализованная система управления, максимальная анонимность. Все это фронт освобождения животных. Организация, главный принцип которой, нанесение максимального ущерба владельцам животноводческого бизнеса. И так называемый угнетателем животных по всей планете. В ночь на 12 сентября огонь уничтожил офис и склад на норковой ферме в Рио-Сан-Мартино. Животные не пострадали. Фермер оценил убытки в 300 тысяч евро. В феврале 2016 года мы уже освободили на этой ферме тысячи норок. На сайте организации активисты анонимно выставляют результаты своих деяний. Здесь и разрушенные охотничьи угодья, и сожженные дотла животноводческие фермы. Все во имя свободы животных. Под раздачу веганов попадают даже торговцы мясной продукции. Заведения которых находятся под ударом последних. Но за ними, как говорится, не заржавеет. Попробуйте, это вкусно. Вы хотите, чтобы я это в рот положила? Это провокация чистой воды. На мне микрофон. Это покажут по телевизору. Что вы провоцируете? Это вы сами провоцируете? Ставите под удар наш бизнес? В России деятельность фронта освобождения животных особо не распространена. Хотя радикалы среди веганов встречаются и у нас. Я хотел бы обратиться к зоозащитникам. И со многими мы давно общаемся. И по их обращениям я сделал сотни запросов. Я считаю, что нельзя выходить за рамки закона. Не надо вот это делать. Давайте будем как-то вопросы рассматривать в законном ключе. На парламентские слушания. На средствах массовой информации. На круглых столах. Потому что не все надо перенимать. Не каждый опыт. И особенно такой радикальный. Однако российские веганы, глядя на своих западных коллег, пытаются тоже быть в тренде великой борьбы за всемирное веганство. Вот, например, нападение на предприятия общественного питания в самом центре столицы. Не поддерживайте, не ходите в му-му. Уложуха, ребята, реально. Правильно я мясо не ем. Некоторые из этих активистов позднее организовали проникновение на частную ферму по разведению индюшек. Подарить всем птицам свободу веганы не смогли. С собой забрали лишь трех птиц, по словам активистов самых ослабленных. Несмотря на то, что, казалось бы, нарушены сразу несколько статей уголовного кодекса. Но наказание активисты все же избежали. Громая индюшка с поврежденным ногой. Ее мы и возьмем. Салат. Сейчас-таки не более, чем проникновение на частную территорию, за которую полагается полискартирный штраф. Следователь, который отреагировал на заявление хозяйки птицепабрики, опросил нас и увидел, что кражи здесь нет. Потому что у нас не было корыстного макинга. Мы на этих индюшек потратили в разы больше денег, чем они стоят на рынке, как мясо. Поэтому обогатиться у нас явно не было никакой задачи. Как считают некоторые эксперты, благая идея защищать животных, мал-помалу стала превращаться и на Западе, и в Европе в какой-то цирк с медведями. Известная своими зоозащитными взглядами актриса Памела Андерсон вот уже несколько лет, например, пытается внушить всем, что французский деликатес фуа-гра – это не что иное, как издевательство над бедными утками и гусями, которых насильственно кормят, а потом убивают ради этого деликатеса. Агрессивные веганы идут еще дальше. Считают, что фермы по производству любой мясной продукции должны уничтожаться повсеместно. Такими темпами скоро откроют охоту и на нас, мясоедов. Санислав Бернвальд о кровожадных вегетарианцах.